Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове на 101FM программа Особое мнение Меня зовут Юлия Фанасьева Напротив меня сидит Николай Голиков, наш постоянный спикер, главный редактор журнала Товар, Деньги, Товар И мой коллега, сведущий Эхо Москвы, Николай, добрый день Добрый день, Юлия Рада вас видеть и хотела бы начать эфир с вопроса от наших слушателей, зрителей Вот так вот, сходу Да, вот так вот, сходу, я напомню, возможность задавать вопросы нашим гостям Есть на сайте эхокирова.ру в разделе анонсы Итак, Николай, вопрос от Сергея Медведева Расскажите, что вы думаете об алкоголизации населения в Кировской области, которая вошла в первую десятку по России А по так называемой пьяной преступности Кировская область занимает первое место по России Эти показатели озвучены на совещании у губернатора Кировской области с участием прокурора Кировской области Сергей, да? Сергей В общем, Сергею я отвечаю Сергей, эти данные, они совершенно ни для меня не новость, ни для кого не новость Всякие, кто следит за статистикой, милицейской, полицейской, либо просто за статистикой, что это статистикой продаж Давно прекрасно знают, что вот за те 6 лет, пока у нас идет так называемая борьба с пьянством, у нас показатели по всем этим вот вещам, они только растут И причина здесь как раз, то есть тут не надо говорить, что мы боремся вот с этой алкоголизацией, эта алкоголизация растет именно потому, что мы так с ней боремся, надо поставить на свое место причину и следствие Дело в том, что вот та компания, которая была начата Медведевым, кстати, напомню, что президент тогда страны еще, Дмитрий Медведев, когда начинал компанию, он сказал, что мы не будем вводить этих дурацких запретов Вот эти статы из его фразы А первое, что сделали в Кировской области, начали политику вот этих самых дурацких запретов Потому что вот возьмите, да, вот с чем у нас борются? У нас борются в Мерцарюмочном Хорошо, приведу пример В начале 90-х годов, ой, в начале 80-х годов, перед тем, как Горбачев ввел свою антиалкогольную вот эту программу Программа обсуждалась на уровне Юрия Владимировича Андропова Юрий Владимирович Андропов поручил разработку антиалкогольной программы Арведу Янычу Пейше Пейше привлек опять-таки молодых ученых, которые создали вот макет реальной антиалкогольной программы Которая была рассчитана на 15, по-моему, или 20 лет Так вот, первый пункт этой программы как раз было широкое открытие вот таких вот точек Как рюмочная, закусочная и прочие вещи То есть мы, закрыв вот, тогда от этой идеи отказались, как и слишком либеральные А в чем логика? Вот, сейчас я вам объясню, что мы получили, закрыв рюмочная Мы спрятали пьяных от органов правопорядка Мы их спрятали Теперь пьянство ушло на частные территории, в подъезды, квартиры, дворы Куда милиции входа нет И вести какую-либо профилактическую работу невозможно Об этом говорят на районных совещаниях представители милиции Нас отрезали от контингента Ведь как, когда организовывались первые рюмочные, ведь это было как? Там, во-первых, везде находился тогда еще милиционер В рюмочных не обслуживали пьяных посетителей Если пьяный посетитель, то милиционер рядом, все тихо разматывается Человек был на виду, он не мог ничего совершить У человека не было необходимости покупать паленую водку или левый алкоголь Что происходит сейчас? Кстати, вот я буквально сейчас прочитал цифры, сумасшедшие цифры В газете «Авиатско-Полянская правда» провели исследование по пьянству в сельской местности Что выяснилось? Ну там, во-первых, проанализировали причины Там семь причин, почему пьянство расцветает и процветает Очень интересная история В том числе такая цифра вышла Что 38% сельского населения Авиатско-Полянского района Никогда не покупают спиртное в магазине, потому что пользуются самогоном Еще 36% покупают спиртное, но не в магазине, а дешевую паленую воду И только 24%, если хотят выпить, они идут в магазин Понимаете? То есть вот за счет вот этих вот введенных запретов За счет повышения цен мы получили что? Мы получили расцвет теневого рынка А теневой рынок уже, извините, с нами не... Это бандитизм, это мафия, это преступность И все, что связано с таким спотвольным рынком Это все связано с преступностью Преступность поэтому в том числе растет Понимаете? Главный-то итог той же Горбачевской антиллополии компании Об этом не любят говорить Любят говорить, что у нас повысила их рождаемость Но, Юль, смотрите, вот за счет того дефицита бюджета А там порядка, на наши, если деньги считать, безумные По тем временам там было порядка 60, по-моему, миллионов рублей Сейчас это миллиарды рублей, которые недополучил бюджет Вот эти вот новорожденные люди в итоге жили Где они? Где они взрослели? Они взрослели в нищей, обезбюджеченной стране Вряд ли они сказали спасибо за то, что их в такую страну погрузили А одна из причин того, что бюджет был разоборован, растащен Это как раз вот не поступление денег от алкоголя в том числе Потому что эти деньги, они ведь не пошли куда-либо Они клынули в тень То есть там возникло два вот этих деньги, не обеспеченные алкоголем, пошли куда? Первое, на товарный рынок, возник дефицит, мы это помним Второе, в теневую экономику И именно та вот скособоченная экономика, которую мы сейчас имеем Это прямое следствие вот того самого антилакогольного указа Потому что все люди, свои первое состояние, ныне богатые Практически все люди Создали как раз на этом самом рынке теневого алкоголя То же самое мы имеем сейчас То же самое мы имеем сейчас Мы имеем там по московским расчетам порядка 50% в магазинах паленого алкоголя Что мы хотим в итоге получить в этой компании? Мы получаем то, что мы получаем Рост приятной преступности, он до сих пор продолжается В том году был безумный, там десятки процентов были В этом году поменьше, но тем не менее мы благополучно вышли на первое место уже в России Мы на первом месте в ПФО по смертности от пьяных отравлений Мы на первом месте в ПФО по потреблению водки И кстати на одном из последних по числу проверок На каждый там условно говоря миллиард проданного алкоголя Так что я отвечу Сергею Сергей, не алкоголь враг алкоголизации А неумелая, неправильная борьба вот с этим самым алкоголем Вот смотрите, вот та же программа, которую предлагали тогда Политбюро Вот буквально в букву в букву Рассчитанная на развитие так называемого культурного пьянства У нас это культуру пятийства стало нарицательным бранным словом Даже увольняя людей из-за пропаганды культуры пятийства В 1984 году была реализована в Голландии, Нидерландах Через три года без единого запрета Они сократили потребление алкоголя на 12% в стране Это факт Только за счет введения вот таких вот институтов культурного пьянства Понимаете? Мы по этому пути не пошли То, что мы получили в 90-х годах Это опять же не причина, это следствие того, что мы делали вот с Горбачевым в 85-м Кстати, сам Горбачев недавно признал ошибочными своей компанией публично В из-за этих комсомольское право в том числе Юбилея 30-летия вот этой самой авантюры То есть открытие рюмочных и всяких питейных заведений Это как раз про культуру питья Это как раз, да Посмотрите, опять же, мы все время киваем на цивилизованные страны В цивилизованные странах в чем отличие от нас? Там, во-первых, не запрещено самогоноварение, оно находится под контролем То есть люди варят свой виски Люди варят свой кальвадос Люди варят свою ракию Люди держат небольшие кабачки, маленькие Типа наших рюмочных, те же павы, там, без штаба, не важно, как они называются Для людей, во-первых, это средство к существованию, дает им работу, дает им деньги Для нормальных людей, это место, где они общаются Наша рюмочная всегда была местом общения И даже до сих пор те самые рюмки Просто мы сами их превратили в тот гадюшник, с которым сейчас боремся Рюмочные всегда были очень культурным местом Я сам в них ходил в юности в 1977 году Первая рюмочная открылась, ну, без Ленина, где сейчас я рядом с кафе «Спорт», где сейчас конюшня Рядом там сейчас повесили этот, москвич Вот там где, москвич, там раньше была рюмочная, первая в городе Я с удовольствием туда заходил Там можно было встретить очень интересных людей, самых нормальных и обычных Понимаете, в чем дело? И вот как раз развитие сети таких доступных учреждений, где люди находятся не одни Они не озлоблены, они все в культурном заведении Они употребляют с закуской, с общением Ведь главное в русской водке это не выпить, это пообщаться Я уж не буду говорить более простое слово, да? А вот самое главное забыть И именно то, что мы запрещаем, то как раз нужно распространять и делать Тогда, во-первых, пьянство вернется Вернется на вид, его станет видно Сейчас все спряталось Мы просто загнали проблему вглубь Она есть, но ушла на уровень, недоступный для органов правопорядка Ну хорошо, вот вы сказали о борьбе с рюмочными А что вы думаете об ограничениях, там, об ограничениях времени продажи алкоголя? Вы знаете, на ночную торговлю алкоголем по расчетам приходится порядка 10% всего алкогольного рынка Дело в том, что снижение, вот за эти годы, да? Если сравнить снижение продаж в натуральном выражении, то есть в бутылках, а не в ценах В ценах, там еще можно закутаться легко А алкоголя, вот с этими 10% То можно посчитать очень просто Что, конечно, все 10% черный рынок на себя не взял Но как минимум 4% от того оборота алкогольного ушло в тень То есть такое количество по-прежнему выпивается людьми Только эти деньги сейчас идут, не облагаемые акцизом, не в государственную бутылку, а в карман Нового поколения наших новых русских Которые за счет вот этой вот компании бакантируют сейчас Потому что купить водку после 11 часов нет проблем в городе Кира Достаточно, по-русски говоря, выйти, даже деньги не могут Выйдя на крюце и громко скажи Хочу выпить, и ты выпьешь Это не проблема Я человек не сильно пьющий, а 12 лет вообще не пьющий, условно говоря, да Но если такая проблема возникает, приезжают люди там из другого города или что-то Я не готов, как приезжают, а я нахожу эту водку на секунду Причем по вполне умеренным ценам, и еще пока никто не отравился То есть, понимаете, мы просто из госкармана эти деньги переложили в чей-то частный Может быть, кому-то это выгодно, они радуются такой борьбе Я не очень А чем вот эта вот вся история с антиалкогольной компанией закончится? Чем заканчиваются все антиалкогольные компании, которые до этого были в мире? Мы далеко не первые Ничем Развитие мафии все заканчиваются компанией как одна А в итоге тоже Политбюро, оно уже в 89-м году, через 3 года, ужаснулось с идеями И в принципе, когда было принято такое интересное постановление То есть, то было постановление о мерах по борьбе А здесь было постановление о реализации постановления о мерах по борьбе с пьянским алкоголизмом В которых практически все было отменено и вернуто на прежний уровень Ну, Николай, вот смотрите, мы с вами, да, сидим и рассуждаем Вы хорошо знаете историю Я думаю, люди, которые сидят в соседнем с нами доме, тоже ее знают Те люди, которые сейчас в соседнем с нами доме, они работают под управлением тех людей, которые сидят очень далеко от нас, за тысячу километров, надо ехать на поезд 9-го И они не могут, извините, делать то, не делать то, что им говорят Во-вторых, у людей оригинального уровня есть такое свойство быть святее Папы Римского Многие из них обладают инсейдерской информацией Из правительства, из всего министерства о том, что они там думают, готовятся, предполагают Вот они подумали, они закрыли ли нам рюмочные Они там что-то подумали, а Кировский у нас уже закрывает, рапортует Вот, у нас передовой опыт, мы закрыли рюмочные И докладывают, что сколько рюмочных закрыто? С каждым годом все больше Фотографии, картинки, радость есть А потом, когда начинают, а статистику-то мы как бы не говорим в этот ряд Она не звучит А потом, когда начинают считать то, что при этом растет Вот, нам же что обещали? Что на улицах станет спокойнее А судя по королению по росту пьяной преступности, на улицах не стало спокойнее Потому что люди, выпив дома, идут на улицу Они не пьют вообще с нам вместе Не надо там бутылку прятать в мешочек Они уже выпили Они потом придут в другую квартиру и еще выпьют И еще купят Понимаете, если 38% Белохово-Полянского района населения Клёв-самогон, значит, его приводят в таких масштабах Значит, все это есть, все это доступно Зачем же мы загоняем это все вглубь Вместо того, чтобы, наоборот, вывести на улицу И попробовать с этим контингентом поработать Опыт многих стран, где вводилась вот именно система Перехода на другие виды напитков, условно говоря Он позитивный вполне Ну, я думаю, что нашему слушателю Сергею Медведеву мы ответили очень полно Я думаю, да Потому что, на самом деле, пропагандистская работа, она очень емкая Она требует больших затрат Она плохо поддается рапортному учету То есть нельзя отрапортовать, да, вот как это делать Но это единственный путь Другого пути вот все компании, которые были в мире, показывают Запретами ничего, только обратный результат Давайте, Николай, о других темах поговорим В частности, вот тема, которая меня очень взволновала Это уголовное дело на экс-главу Департамента культуры Павла Сырцева Павла Николаевича Да Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Кировской области Сообщила, что подозревается Павла Николаевича в незаконном участии в предпринимательской деятельности И по версии следствия, с 2012 по 2015 годы он принимал участие в управлении двумя коммерческими организациями Предоставляя им преимущество покровительства Вот, знаете, Николай, есть мнение о том, что Следственный комитет, мягко говоря, обиделся на Кировскую область за дело Березина За то, что вмешались в дело Березина, изменили меру пресечения ему И вот теперь пытается как-то отыграться Погоди, погоди, как Кировская область могла вмешаться в дело Березина? Ну, не изменили Березину меру пресечения недавно Да, он под домашним арестом Ну, под домашним арестом, что в этом такого плохого-то? Ну, якобы в дело Березина вмешались сверху В дело Березина, если вмешались сверху, то это не изменяя Кировской области То есть, если кто-то вмешался сверху, то другие совершенно люди И масштабы этих двух дел совершенно несоизмеримы, согласитесь Во-вторых, что касается дела Павла Николаевича Сенцова Дело в том, что вот этот листочек с циферками На которые я сейчас ссылаю Следственный комитет о том, сколько руководимые Павлом Николаевичем организации получали до его появления в чиновничестве и после Они хождели по рукам еще год назад с лишним Кроме того, это все было известно Предлагали мне их публиковать, что тогда в особой газете Ну, так как там, во-первых, Павел Николаевич, которого я хорошо знаю, был задействован, он честно сказал, что такие вещи я сначала с ним буду обсуждать, если я буду их публиковать Во-вторых, там была задействована одна из организаций, которая как раз печатала одну газету, тем более я не мог такие вещи печатать про нее Тем не менее, все циферки я прекрасно помню, даже копию у меня сохранилась, скорее всего, дело идет в том же Но смотри, в чем ситуация? Когда человек поступает на госслужбу, он должен свой бизнес, ну, как минимум, передать в доверительное управление А еще лучше продать Потому что поступаешь на госслужбу, лучше, ну, нужно быть вне всяких подозрений, вот в чем дело У нас это мало-то делается Причем его надо передать в доверительное управление, не просто оформив бумаги, да, там, на свою жену, предположим, или на своего знакомого, там, нотариально Но при этом еще и лично не появляться на предприятиях и не руководить их работой Понимаешь, в чем дело? Тут очень важно не появляться на этих предприятиях, не быть на виду Так вот, насколько я знаю, здесь у Павла Николаевича не все сравнивало То есть он появлялся на своих предприятиях, отдавал распоряжение, руководил, и об этом есть много свидетельских показаний То есть это на самом деле, понимаешь, очень такое дело непростое Потому что были, по моему мнению, определенные вещи нарушены Может быть, по незнанию, может быть, по какому-то там, по эмоциям или по чему-то еще Но они были нарушены, поэтому основания, как бы, для возбуждения дела были Что касательно вот разговоров о том, кто это заказал, че это заказ То у любого бизнесмена есть конкуренты И раз Павел Николаевич вел себя уж как бизнесмен, то, естественно, конкуренты это Обязательно все намотали на усы те же вот источки, о которых я говорю, они тоже не просто так появились И появились это просто конкурирующие с ним организации Ну, знаете, Николай, я там работаю в торгово-промышленной палате, сотрудничала с органами власти И я представляю вообще, что это такое, работа с чиновниками Во-первых, это по минимальным ценам Во-вторых, ты сегодня делаешь работу, деньги получаешь потом, через месяц, через два, через три Иногда там, может быть, еще дольше, в связи просто с особенностями бюджетного процесса Это куча отчетностей, и за каждую копейку, за каждый рубль ты должен отчитаться И я вот, знаете, на самом деле не уверена, что на работе с органами госвласти можно поднять бешеные деньги И тем не менее, если взять вот опыт работы, да, вот тех же некоммерческих организаций, они же просто рвут Как только узнаешь, что власть объявила какой-нибудь тендер или конкурс, они же просто бегут туда Потому что, во-первых, да, там есть свои подводные камни, но это гарантированные деньги Если ты работаешь с коммерческой структурой, ты можешь завтра не застать ее по тому адресу сделать у нее работу А госвласти никуда не денется Поэтому за деньги бюджетные всегда идет толчья, всегда идут конкурсы В этих конкурсах активно участвуют люди Потому что даже при тех условиях оплаты, которые предлагает мисс политет, либо там региональная власть Это надежные деньги, которые ты все равно получишь, понимаешь? А что касательно отчета по каждой копейке, то я таких отчетов сам написал сегодня Это не так и трудно Главное, чтобы было сделано дело, чтобы потом комар носу не подключил Это очень выгодно работать с бюджетными деньгами Особенно, когда ситуации возникают такие, что коммерческий денег, например, на рынке становится меньше Тогда государство спасает, вот как сейчас, например, да, в наше время Коммерческое деятельность во многих сторонах, по случаю вот этого, кризисных явлений А государственные деньги, они остаются незыгранными Поэтому здесь я не стал говорить о том, что это невыгодно, очень выгодно работать государством Если бы было государством работать невыгодно, с ним бы давно уже не работают А работают рубцы и участвуют в конкурсе Более того, там устраивают каверс друг против друга, чтобы там конкурентов не нужно подшить Взять ту же систему закупок, о которой сейчас много говорят Особенно для бюджетных учреждений и так далее Ну, война идет с этим сертификатом, так называемым Сколько контор, из каких только городов в Киров не лезут Из Краснодара, из Нижнего Новгорода, из Воронежа Только чтобы получить бюджетный заказ на поставки своей некачественной продукции Так что это очень выгодно, на самом деле Но здесь беда в отчим Опять же, мы же понимаем, я уже говорил о том, что мы собочили нашу экономику Она, в общем-то, возникла на обломках вот этой антиалкогольной кампании На обломках вот этих бандитских группировок, которые очень быстро пересеклись с группировками политическими Подкармливая их деньгами, вот это все сформировалось И у нас уже, понимаете, вот такое слово «кумовство» Оно уже по-английски пишется без перевода Когда по-английски хотят сказать об особенностях российской власти Слово «кумовство» так вот и пишется «кумовоство» И оно относится к двум странам в мире, к Северной Корее и к России Поэтому, когда у нас какой-то человек приходит во власть Он чаще сюда приходит уже с готовым заказом от бизнес-группа Он приходит не просто так Он приходит, чтобы работать во благо своих бизнес-групп Так уж у нас сложилась жизнь Поэтому, вот я и говорю, что В данном случае, для того, чтобы не было Все понимают, что практически вот узнав о назначении любого человека Мы должны сразу сказать, кто получит преференции в следующие там два или три года или пять лет Кто руководит там сельским хозяйством И какие предприятия получают дотации А какие не получают Это все очень легко соотносится Кто руководит там дорожным строительством Какие дорожные конторы получают подряд, а какие не получают. Руководить жилищным строительством. Какие конторы в этот период будут получать больше, какие будут получать меньше. Это все очень легко предусмотреть. Это все понятно. Другое дело, что мы это знаем, да? Но есть такой принцип разумности. Раз уж ты это делаешь, то делай это разумно, чтобы в тебе было невозможно придираться. А вот я боюсь, что Павел Николаевич как раз не сделал разумно и оставил возможность придираться. Потому что да, те цифры, которые я видел, они говорят о том, что с изменением социального статуса владельца изменился и поток денег в бюджетной плате организации. Но вы уверены, Николай, что это были правдивые цифры? Безусловно, потому что они уже проверены, потому что это не только много, а уже и в этих органах. Это цифры из бухгалтерии. Понимаете, у людей есть доступ ко всему. Цифры, они есть в отчетах, цифры есть везде. Почему они правдивые или неправдивые цифры? Почему здесь это? А почему Николай... В этом ничего плохого нет, понимаете, Юля, в чем дело-то? Понимаете, сам по себе факт в отрыве, что такая-то организация, она просто хорошо работает, поэтому она получает эти заказы, да? От того, что там они как-то взаимосвязаны, если эти связи нельзя установить, то в этом нет преступления. Но если эту связь можно установить, если человек на самом деле не оформил должным образом, скажем, доверительное управление, или еще, не дай бог, лично появлялся, руководил, отдавал оперативному руководству, это оперативное распоряжение, то тогда вот эти две, если вы сейчас связать, получается вот та самая статья, которую сейчас Павел Николаевич инфриминирует. Мне хотелось бы, чтобы это было не так. Мне хотелось бы, чтобы у Павла Николаевича все было хорошо. А почему это уголовное дело появилось вот сейчас? То есть буквально сколько, не знаю, неделю или две недели назад Павел Николаевич ушел из должности? Вот, здравствуйте. Ну вот смотрите, Юль, видимо, вот эти бумаги, которые ходили там из газеты в газету, они думают, что это только мне предлагали. Они, видимо, дошли до коллективных органов. У них было время эти бумаги проверить, обвести свидетельскими показаниями, которые подтверждают, например, вот то, что я сказал. Проверить бумаги, связанные с доверительным управлением, проверить доверителей, там, опросить и так далее. То есть появилась некая база. Потому что сами по себе вот эти цифры, они ни о чем не говорят, я еще раз говорю. Вот, видимо, к этому времени она стала уже достаточно для того, чтобы говорить о голосутении уголовного дела. Вот и все. Я не думаю, что... Дело в том, что это стопудово, вот это не политика, понимаешь? Вот это дело, оно не политическое. Оно, безусловно, заказное, то есть кто-то эту информацию слил, да? Ну, а по-другому у нас, собственно, и не бывает. У нас любое появление какой-то вот этой компрометирующей информации связано с какой-то конкурентной борьбой либо в политике, либо в экономе. Вот. Это связано с какой-то вот бизнес-конкуренцией, ну, в данном случае не совсем честно. Вот. И раз уж пришлось на данный момент, вот, значит, пришлось на данный момент, что же делать? Ну, знаете, вот я лично очень хорошо знаю Павла Николаевича, я воспринимаю, если честно, это все как бред. Я не воспринимаю это все как бред. Я воспринимаю это все как некоторую легкомысленность с его стороны, да? Когда он немножко легко отнесся к своему бизнесу, надо было посерьезнее к этому отнестись, не оставлять вот таких зацепок для... Раз уж передал дело дарительному управлению, то спрячься. Я достаточно хорошо, я очень хорошо к нему отношусь. Мне будет очень жаль, если это дело вылезает, если это реальное, собственно, наказание. Это может быть. Ну, хорошо, давайте пойдемте дальше по темам. А, нет, наверное, не пойдем. Две минуты у нас осталось до рекламы, и я думаю, что есть смысл прямо сейчас на нее уйти. Это особое мнение Николая Голикова. Сейчас мы уходим на рекламу, очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Эксперта Эхо Кирова, моего коллеги. Николай, давайте еще немного про политику. Вот, вслед за Сергеем Мамаевым, кандидатом в губернатор республики МРИЭЛ, стал еще один депутат Госдумы от Кировской области, Кирилл Черкасов. Видите ли вы логику во всех этих выдвижениях? Безусловно. Какую? Очень простую. Мы как-то с вами же говорили, когда у нас избирался Никитин Гизбелых после переназначения губернатора, и было уже всем ясно, кто у нас будет избран, собственно, губернатором, да? Тоже вопросы задавались, зачем идут на выборы там Мамаев или Черкасов, которые они же прекрасно знают, что у них нет шансов. Дело в том, что у нас политические партии существуют для того, чтобы представители участвовали в выборах. Прямая обязанность наших политических партий. Значит, зачем они нужны? Они должны ходить на выборы. Поэтому, раз есть выборы, значит, партии должны быть не представлены, тем более ведущие парламентские партии. А дальше ситуация такая. Взять тоже ЛДПР, например, да? Ведь у нас Кирилл Черкасов, он депутат Госдумы не только от Кировской организации ЛДПР, а в том числе и от Марийской. То есть он как бы представляет два региона. Ничего удивительного в том, что он идет на выборы в Мариел. То есть когда ЛДПР должна участвовать в выборах, нужна фигура какого-то масштаба, по крайней мере, не совсем, скажем так, смешного. Тем более, насколько я знаю, Маркелова там переназначили. И тоже всем понятно, чем закончатся эти выборы. Тем не менее, партии должны участвовать хотя бы для того, чтобы люди... Ну, это своего рода и пиар тоже, да, партийный. Поэтому ничего удивительного в том, что Кирилл Игоревич идет на выборы в Мариел. Здесь вообще логика стопудовая. Что касательно Мамайева, да, Сергея Павлиныча, то опять же КПРФ должна была выдвинуть своего кандидата. Возможно, я не знаю ситуации в партийной организации Мариел, коммунистической, да, не могу ее узнать, не интересовался никому. Но, возможно, просто фигуры достойного как бы масштаба, чтобы это было реальное участие в выборах, да, пусть даже с понятным итогом, но тем не менее, возможно, на данный момент просто не нашлось. То есть это по большому счету два технических кандидата? Они технические кандидаты не потому, что вот они это, вот Мамайев и Чаркасов, что они там плохие. Они не плохие, но просто у нас выборы устроены так, что если человек, мы уже это видели всегда, если человек получает как бы некий вот он доверия от президента, то вот эта вся выборная система работает таким образом, что он практически уже, будучи назначен задним числом, как бы просто подтверждает это все на выборах. Поэтому это не то же собой это технические, это партийные кандидаты. Партии должны участвовать в выборах. И сколько он процентов наберет, при этом сколько он еще людей, может быть, спропагандирует, вступить в КПФ, КПРФ или там в ЛТПРФ. Это тоже инструменты партийной работы. Ну хорошо, давайте с вами поговорим еще о новой оргструктуре в правительстве области. С сегодняшнего дня у нас были департаменты, стали мастерства. Вот на своем послании к Собранию Никита Белых озвучил, что количество органов власти уменьшится с 33 до 24, ну и экономический эффект 70 миллионов рублей экономии. Стоит ли Овченко выделки? Я думаю, нет. Ну в принципе, опять же, понимаете, я не знаю, больше 70 миллионов рублей экономии, потому что я иногда, шутки ради, сравниваю, например, какие-то выступления нашего руководителя, скажем, там, пятилетней давности. Он всегда дает какие-то цифры, обещания с тем, что на самом деле происходит. Самое интересное, конечно, помнишь, такие были семь шагов, гражданского общества, по-моему, называлось. Вот, знаете, я уже смутно помню, но, по-моему, что-то было. Да, было семь шагов. Мы тут с моим, с хорошим знакомым просто посмотрели на это семь шагов. Ну, понимаете, ни одного же шага это не сделано, ровно ни одного. Поэтому будут эти 70 миллионов сэкономлены, либо нет, это как бы, мы, скорее всего, официально об этом не услышим. А рыть вот в этом огромном листе, который называется бюджет консолидированной области, это очень сложно и мало кто будет этим заниматься, потому что есть проблемы гораздо более серьезные и более дорогостоящие. Настоящее, да, если опять же вспоминать ту же борьбу с алкоголизмом, да, которая до сих пор, извините за выражение, отражается на нашем бюджете. Я же говорил как-то уже, что доход от акцизов у нас алкогольных, это 1,3 миллиарда рублей, миллиарда рублей. А все, что получено от управления областной собственностью за тот же год, это 1,2 миллиарда рублей. Вот подумайте, что важнее, да. А на этом фоне 70 миллионов рублей, как-то вы знаете, не очень серьезно смотрится. Поэтому чем бы дитя не тешилось, да, лишь бы не руками, как говорят. Поэтому как бы, ну пусть будут министерства, ну нравится Никите Юрьевичу руководить министерством, ну, лишь бы ущерба не было, да. Будет экономия хорошего, не будет, тоже хорошо. Вот. Сколько вот звучало объяснений тому, что происходит, они на самом деле все меня не то, что настораживают, не скременно забавляют, да. Ну, должны быть как в Москве. Ну, давайте, почему Москва не хочет сделать свою структуру, как в ООН, например. Да. Она же общается с ООН, им тоже должно быть как-то удобно общаться с ООН. То есть мы не должны друг друга обезьяничать. Разные уровни власти, разные структуры. И опять же, вот как мы тогда с вами говорили, ну давайте сейчас все мы не секретят будем перестраивать. Пусть будет, раз у нас правительство, раз у нас министерство, ну, тогда у них будут департаменты, будут губернаторы, там, следующее, там, да. Вот как в свое время, там, университеты, институты, университеты, там, повысили, да. И сейчас не знают, как назвать среднее звено и так далее. Вот. То есть вот эта вся вещь, это вся игра словами. Только вот это, вот я сто пудового говорю, мы не почувствуем. Мы не почувствуем. Ну, я думаю, что никто этого не почувствует. А самое интересное... А вред? Вот лишь бы не было вреда, я еще раз говорю. Ну, предсказать вред, ведь никто же не... Все же занимались тем, что рассчитывали, какая будет польза. Никто же не рассчитывал, какой может быть вред. Поэтому вред мы уже будем по ходу. Нет, подождите, вот про вред, на самом деле, тоже говорили, и достаточно много. Я имею в виду сейчас объединение департамента образования и управления по делам молодежи. Разные эксперты говорили, что в результате такого объединения молодежной политики в области не останется. А она что, есть у нас? Ну, какая-никакая, но все-таки есть. Вот она какая-никакая останется. И образование у нас стало каким-никаким, а тут его еще... Сейчас же смотри, сейчас денег нет ни на что. Сейчас денег нет ни на что. У нас вот на следующий год уже бюджет, там первые цифры прозвучали, Силуанов озвучил, да? Тут даже оборонный бюджет режут. Понимаешь? Мы должны для того, что даже режем оборонный бюджет. Про образование здравоохранения структ речи нет, они все будут урезаны. Какая молодежная политика? Какое образование? Человек, который будет руководить министерством, у него будут в руках главные суммы ножницы. Надо будет им не ленточки перерезать, при открытии нарухшколы, у нас давно уже не открывается, в городе, потому что не помню, когда они были. А вот ножницы резать, 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 закрывать, объединять, с кулемки вот всю одну кучку, да? Абсурд уже идет по стране, я говорю, недавно читал, там, Самара, прекрасный город, да? Там тоже укрепляют вузы, например. Не читали эту историю? Как Меркушкин укрепляет, укрепляют вузы. У них есть университет, огромный самарский государственный университет, огромный совершенно. Есть небольшой, он как бы институт, он тоже университет, сейчас университет, типа космической направленности. Он очень маленький, но очень специфический, он уникальный, потому что больше нигде таких не готовят специалистов. И он рейтинговый, на него много денег дают. Так у нас, у них университет присоединяют вот к этому вот маленькому заведению, да? Только для того, чтобы больше денег получать из бюджета. Даже смешно уже. У нас то же самое будет. И так вот, недавно рассказывал Андрей Усенко, знакомый вам человек, да? Как у нас там в одном регионе объединили школу для глухих со школой для слепых. Вот у нас будет то же самое, вы зря смеете. Поэтому насчет молодежной политики и иллюзии надо просто убирать. Поэтому и объединили, чтобы не было отдельного ведомства, отвечающего за молодежную политику. Чтобы не на кого пожаловаться было. Вы гинете, надо затеряться в коридорах и все. Нет, ну кризис когда-то закончится. Какой кризис закончится? Какой? Вот это текущий? Текущий. Так нет никакого вселенского кризиса. Есть текущий наш кризис. Этот кризис у нас будет только усугубляться, потому что этот кризис изначально управленческий. Это системный кризис вот этого оборота. Системы власти, которые у нас есть, понимаете? Как говорил сантехник, влезая из люка, всю систему менять надо. А не с кризисами бороться. Эта система будет порождать кризис за кризисом. Просто когда-то это все равно кончится, ничего уже не останется. А вот когда все это кончится, к тому моменту, вот тогда можно будет говорить уже о молодежной политике. А сейчас пока. Вы забудьте. У нас будут праздники, дни молодежи там. Были? Батутах и так далее. Да будет, каждый год будут. Будут сухие, трезвые дни. У нас все будет так вот, как нам сказали. Но никакого отношения ни к молодежной политике, ни опять же, возвращаясь к нашему разговору начальнику, ни к алкогольной политике действий не имеют. Ну хорошо, пять минут. То есть я скажу так, что вот это вот создание министерств, оно в принципе меня веселит, потому что вот называть министрами вот тех людей, которыми их назначили, вот я не знаю. Я, наверное, буду долго, мне лучше с ним пока не общаться, иначе меня пробьет нахихи. Так, это Николай Голиков, которого пробьет нахихи при общении с министрами. И его особое мнение, пять минут осталось, давайте поговорим про Госдуму. Я знаю, вы любите? Нет. Я не люблю Госдуму. У вас это хорошо получается, я имею в виду рассуждать, да, о действиях законодателей наших федеральных. Ну, тут, наверное, даже я хотела про сорфет сейчас поговорить. А вот члены Совета Федерации предлагают перемести выборы в Госдуму 2016 года с декабря на сентябрь. И обосновывают это тем, что, мол, в декабре погода плохая, а в сентябре хорошая, что обеспечит более высокую явку. Вот как вам вообще такая идея и обоснование? Нет, ну, Юль, ну все, как всегда, у нас поставлен с ног на голову. Все прекрасно знают, что в сентябре явки на выборах никакой нет. Вспомните наш последний сентябрьский выбор. Дело в том, что если бы у нас был порог явки избирателей, тогда бы вот эта забота о явке имела бы какое-то основание. У нас порог сняли, потому что он мешает проводить выборы, да. У нас сняли порог явки, у нас сняли там кандидаты против всех, у нас все убрали. Но вот беда, в декабре-то как раз люди на выборы ходят, а в сентябре-то люди заняты садами, огородами и отдыхом в бархатный сезон. Поэтому явка будет стопудово низкая. И кто придет на выборы? В первую очередь бюджетники. Потому что в сентябре школы работают, больницы работают. Но Николай, бюджетники в любое время года придут на выборы. Вы знаете, в любое время года, кроме бюджетников, еще кто-нибудь припрется. А вот сейчас те, которые в сентябре точно не припрутся, они не припрутся. Поэтому голосовать будут бюджетники. Как у нас голосуют бюджетники, мы прекрасно знаем. Они заранее знают, что если вы проголосуете неправильно, вы не получите финансирование в этом году. Это сказка известная и старая. И самое интересное, что ни разу не подтверждено. Но люди на всякий случай верят, что если мы проголосуем неправильно, то нам на наше утверждение обрежут финансирование. Там сидят такие злые люди в министерстве. Они помнят, помнят, кто как проголосовал. Поэтому расчет крайне простой, элементарный. Не надо заводить рака за камень. И еще это выдумывать еще. Расчет простой. Выборы будут предсказуемы. Единая Россия сохранит свое большинство государственных выборов. Других целей у этого переноса нет. Кроме того, не забывайте, что сейчас у нас те же бюджетники, у них зарплата как раз до сентября рассчитывается по нашему бюджету. После сентября начинаются перебои, а то и вообще невыплаты. Ну так у нас не хватает бюджета. Поэтому сентябре-то они еще будут довольны. А в декабре-то уже, может быть, даже и не будут недовольны. Поэтому нельзя рисковать. В декабре нельзя такие выборы проводить. Потому что в декабре повальная невыдача зарплаты идет. Даже на Новый год сейчас уже не дают во многих районах. Я только по Кировской области говорю, думаю, других вряд ли лучше. Поэтому так оно спокойно. То есть единственная забота вот этого переноса – это сохранение расклада сил в Государственную Думу. У нас в Конституции России записано, что срок полномочия депутатов Госдумы составляет 5 лет. Причем недавно эту Конституцию как раз поменяли. Было 4 года. Было 4 года. Да, теперь 5 лет. И вот теперь придется снова, ну так выражаясь, пощегнуть на Конституцию. Я не вижу здесь пощегновения на Конституцию. Потому что когда в Конституции пишут, что срок, например, президента 6 лет, они предполагают, что он не более 6 лет. Потому что задача вот этих цифр – симулировать, по крайней мере, сменяемость власти. Что власть не может задержаться дольше, чем она выдает. То есть больше 5 лет. Дума не должна действовать в этом составе. А меньше, вы понимаете, как бы, выборы все равно нельзя совместить день в день. Там может прийти не на тот день в день, а на праздник, на что-то еще. То есть вот эта разница в 2 месяца с точки зрения законодательства, мне кажется, почему подняли ее. Не из-за этого. Потому что единственное, кто отказались, это коммунисты. Потому что они прекрасно понимают, что их электораты в сентябре будут пахать на огородах. Из-за коммунистов проголосуют меньше. Вот коммунисты, кстати, сказали, что никто не спросил избирателя, а согласны ли они, чтобы срок полномочий их избранников, которые сейчас сидят в Госдуме, был сокращен. Правильно все. Потому что разговор идет как раз, там начинается аргументация вот такого рода, да, о сокращении сроков избранников. Если бы аргументация шла о том, кто придет, кто не придет, коммунисты бы говорили по-другому. Здесь они уже говорят на этом языке. Поэтому я еще раз говорю, на самом деле, и это, я думаю, совершенно всем понятно, что никаких других целей и задач, кроме того, чтобы снизить явку, за счет, возможно, недовольной категории граждан, за счет малого бизнеса, за счет, который будет отдыхать, за счет пенсионеров, которые сейчас бедствуют, да, за счет вот этих вот, они будут пахать там на своих участках, да. А за счет законопослушных учителей и врачей, там, и других категорий граждан, которые там, органов власти, представителей, у нас их много, у нас их тысячи. Вот, за счет этого обеспечить. Так как порога явки нет, неважно, сколько придет, главное, чтобы пришли правильные люди. В сентябре придут правильные. Ну вот еще одно предложение Госдумы, да, давайте коротко. После анализа цен на высшее образование пришли к выводу, что мчение очень подорожало, и предлагают они заморозить цены на высшее образование. Как вы относитесь к этой инициативе? Вы знаете, все, что касается замораживания цен, у меня вызывает сомнение. Замораживание цен на продукты порождает, ничего не порождает, кроме фальсификата. Замораживание цен на образование, оно ничего не породит, кроме ухудшения качества образования. Ну, не заморозить, а оставить цены на уровне прошлого года. Такое то же самое, заморозить и есть, заморозить, оставить на прежнем уровне. То есть не снизить, а оставить на уровне прежнего года. То есть тут ведь надо, этот вопрос нельзя решать вот так вот, мы с вами пришли, поговорили и решили. Надо рассчитывать эти... Стоимость образования рассчитывается из запросов каждого конкретного вуза, понимаете, так ведь? Из расходов, из расходной части, из зарплат, из каких-то технических вещей. Сколько оно стоит, столько оно должно стоить, потому что иначе мы придем к тому, что да, давайте создадим специальное какое-то еще образование, по такой-то цене, но оно будет такое. Сколько заплатил, столько и получил. Нам нужны такие специалисты, я думаю, нет. То есть это та сфера, которую не надо экономить? Главное здесь в том, чтобы для малоимущих слоев населения оставалось возможность бюджетного образования, вот это главное, чтобы не сокращалось число бюджетных мест, вот за этим надо следить внимательно. А те люди, которые способны платить за свое образование, они хотят платить за качественное образование. Им не нужен суррогат, им не нужен классификат. Поэтому я думаю, этот вопрос не актуальный, он должен именно решаться в личной таблице. Это было особое мнение Николая Голикова, главного редактора. Хотела сказать «Вятская особая газета». Да, я тоже хотел так услышать, что делать. Главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» моего коллеги, эксперта, хакеров, соведущего. Спасибо вам за эфир. Юля, спасибо. Меня зовут Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.